Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели! В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 15 июня 2016 года. Программа «Миролюбивая» потому, что мы не ищем конфликтов, а мы на самом деле ищем способы управить. Ищем способы так уладить различные ситуации, различные взаимоотношения для того, чтобы не приходилось сражаться при помощи автомата Калашникова. Для этого всегда существует верхняя часть туловища. Основные вопросы, которые задают телезрители в адрес нашей программы, связаны с чемпионатом Европы по футболу, с тем, что произошло во время матча Англии и России. Все вот эти стычки, столкновения. Хочу обратить внимание, что матч произошел 11 июня. Это число непростое. Это число, символизирующее глобальное управление. И 11 июня, и когда встречаются Великобритания и Россия, то на самом деле на языке сигнальной системы этой речь идет о сверке часов атлантистов и евразийцев. То есть англичан и русских. И вот они сошлись, и получился счет 1-1. При этом в кулуарах на другом сигнальной системе произошла стычка, в результате которой было арестовано 6 британцев, несколько французов, один австриец, но при этом не было арестовано ни одного болельщика русского. И вот это все вызвало разбирательство УИФА, в котором было принято решение о досрочной условной дисквалификации. То есть вот этот весь конфликт, который произошел, он на самом деле точно экстраполируется, отражается на все мировое сообщество, на то, какие настроения в разных странах и какие настроения в глобальном отношении. Если вспомнить Евро-2012, как это в Киеве происходило, то помните, что вообще атмосфера взаимоотношений между странами, да, собственно говоря, и сама атмосфера в Киеве была разительно другая. За 4 года произошли какие-то изменения, можно подумать. Но с другой стороны, если понимать, что любые публичные или уличные столкновения делаются профессионалами, что это может быть провокация, это может быть частично срежиссировано, то вот этот театр постановок, в котором часто участвуют и охранные компании, и частные военные компании, он достаточно примечателен. На это стоит всегда обращать внимание. В любом случае, разбор вот этой части чемпионатов, связанной с выступлением российской команды, у нас будет посвящен отдельный выпуск программы, мы к нему готовимся. Большое видится на расстоянии, пусть пройдет еще несколько дней. Основной темой сегодняшнего выпуска я хочу посвятить тому, что происходит на Украине, в Белоруссии, в Казахстане, на всех постсоветских республиках и в России в том числе, с точки зрения состояния умов, с точки зрения состояния общественного мнения. В процентном соотношении, сколько патриотов, либералов, и в процентном отношении, сколько сторонников англосаксонского крыла, которое встречалось с евразийцами 11 июня на футбольном поле. Ведь на самом деле вот это разделение людей, сторонников западного проекта и сторонников евразийского проекта, оно-то происходит не только на футбольном поле. И вот это на самом деле является достаточно интересной проблемой и ситуацией. Ведь мы с вами понимаем, что на Украине до Майдана, вот до, наверное, декабря 2013 года, количество русофобов не было таким зашкаливающим. События, которые произошли в Киеве, и которые потом распространились на все областные центры, в Днепропетровске 23 февраля начали валить памятник Ленину, и, в общем-то, началась вот эта вся вакханалия, это все тоже похоже на срежиссированные, такие, знаете, управленческие действия, направленные на то, чтобы захватить, как это было во всех революциях, это захватить там телеграф, телефон, да, вокзалы и так далее, и так далее. В нашем случае это захватить основные средства массовой информации, они уже были захвачены, и осуществить такой, знаете, медийный эксперимент над страной с компактным белым населением, в количестве 35 миллионов человек, которые потихонечку начали превращать в русофобов. Количество людей, сторонников евразийского проекта, на Украине уменьшилось. Тут даже к бабке ходить не надо, это и понятно. Мы с вами это ощущаем на себе, мы звоним в Киев родственникам, знакомым, сослуживцам и так далее, и в разговоре, в простом бытовом разговоре, выясняем, что взаимопонимание утеряно. Люди пересказывают свой телевизор, и они становятся сторонниками того самого англосаксонского проекта, символическая встреча которого произошла у нас с вами на футбольном поле в Марселе. И вот вопрос возникает вот в чем. С одной стороны, безусловно, страна Украина уже находилась частично под внешним управлением СБУ, это было подразделение даже не ЦРУ, а ФБР. Это была внутренняя полиция, которая в основном-то занималась контролем на территории. И оно контролировало, вот это СБУ контролировало информационный поток. Мы все с вами помним, что русских пророссийских каналов на Украине, в общем-то, и не было. Все вот эти телеканалы, там, ICTV, Интерн, СТБ и другие, они-то в основном-то вещали именно про западную позицию, и когда вопрос зашел о соглашении об ассоциации с ЕС, все они выстроились в одну сторону. А русских каналов не было. Крым чем и уникален, что, несмотря на это, тем не менее, он сохранил свою самоидентификацию. Это исторически обусловлено, это обусловлено наличием Черноморского флота, это обусловлено даже, ну, многими другими. Здесь, в конце концов, просто большее количество людей, сторонников евразийского проекта. Но возникает вопрос, а что не так было сделано, в результате чего мы получили, в общем-то, братскую страну, которая настроена против России, и что, например, стоит исправить вот сегодня, ну, 15 июня 2016 года? Именно с информационной точки зрения, потому что наша программа «Миролюбивый» и «Автомат Калашникова» это последний аргумент от цивилизации и проектов, и нужно подумать, как это дело уладить сначала мозгами. И получается, что на самом деле голоса России консолидированного и не было. Дело в том, что различные российские каналы, это представители на самом деле различных группировок во власти России, и они консолидированы русской позицией по проекту, к тому же евразийскому, по разъяснению, толкованию, сиюминутному новостному. То есть появилось, например, заявление какого-нибудь титульного лица. И дальше пошли ток-шоу, дальше пошли аналитические статьи, которые разжевывают, объясняют эту позицию. Появилось там, например, какое-то интервью или прямая линия. И сразу же появилось, чтобы вот точку зрения вот этой консолидированной части выражало какое-нибудь центральное СМИ, которое можно было бы даже окрестить как голос России в самом концентрированном своем выражении, с которым можно было сверять. Так вот, сверять некоторые вопросы просто не с чем. То есть на рынке медийном отсутствует средство массовой информации, которое бы, например, оглашало всему миру концептуальные вещи, связанные с евразийским проектом. Вот тем самым проектом, символическая встреча которого с англосаксонским произошла 11 числа, 11 июня на футбольном поле в Марселе. Это на самом деле системное упущение. Казалось бы, есть Первый канал, есть РТР, но на Первом канале мы с вами, структура самого сайта такова, а напомню, канал не вещает на территории Украины. Очень многие украинцы, которые идут за новостями на Первый канал, они не могут разобраться, во-первых, в самой карте этого сайта. Они очень жалуются на структуру того, как нарезаются новости. Они очень жалуются на то, что там идет прямая реклама вот этого сериала «Игра престолов» и так далее, и так далее. То есть все то, что связано, например, с вопросом консолидированного голоса России на Украине просто отсутствует. Люди открытым голосом говорят, Россия по отношению к нам молчит. Можно понять, что мы участвуем в такой долгой и непростой игре, когда мы сами освобождаемся от определенных потерь, потерь суверенитета, и при этом мы не можем там обострять ситуацию по всей линии фронта, по всем фронтам, потому что нам может не хватить ресурсной устойчивости. Но, тем не менее, даже не напрягая, например, такие центральные СМИ, уже, мне кажется, стоит подумать над тем, чтобы такое СМИ создать. То есть Russia Today, которая вещает на западную аудиторию, на английском, немецком, на испанском языках, это очень важная часть, но она обращена для другой целевой аудитории. В основном-то ее целевая аудитория находится вне пределов постсоветского пространства. Это вот тот весь мир, который к нам настроен достаточно агрессивно, и чтобы понизить уровень этой агрессии, Russia Today работает. А вот канала или холдинга, который бы занимался оповещением безадресно-циркулярным всех жителей постсоветского пространства, а если поменять терминологию, то это на самом деле соотечественники в других странах, потому что после развала Советского Союза мы все были, во время Советского Союза мы все были соотечественники и потомки соотечественников, которые родились уже позже. Это все люди являются нашей целевой аудиторией. Вот если эту целевую аудиторию описать и формализовать, то на самом деле для окучивания, для работы с этой аудиторией средств массовой информации непосредственно заточенных под них у нас и нет. При этом, кроме вот непосредственно русского рупора, который просто обязан быть для того, чтобы консолидированную позицию России по различным вопросам истории, хронологии, как развивалась история 20 века, вопросы острые по Голодомору, это вопрос на самом деле очень важный с точки зрения украинской политики, потому что люди, жившие в те время, они рассказывают такие вещи про Голодомор, которые ну вообще не вяжутся с официальной украинской позицией. Ведь на самом деле Голодомор был спровоцирован кулаками, которые понимали, что у них отбирают основной их рычаг управления на рынке хлебозаготовок, да, и они начали травить, массово травить посевы, массово травить пшеницу, и это в конечном итоге вызвало вот этот вот голод, который был достаточно оперативно ликвидирован, но тем не менее в некоторых регионах, которые были подконтрольны вот этим кулаком, по большому счету, случились действительно большие потери населения. Но все повинные в этом были репрессированы, были наказаны, но так получилось, что операция под чужим флагом, а вся ответственность была перенесена на людей, которые, собственно говоря, эти хвосты и подчищали. И люди, которые рассказывают об этом, ведь об этом нет ни единого фильма, об этом нет ни единого документального фильма, об этом не проводится информационная работа, даже с точки зрения, знаете, как в боевом уставе. Вот когда собираются вот войска вдоль линии фронта, то первым делом для того, чтобы решить вопрос наступаем или обороняемся, надо сесть и посчитать количество стволов, количество снарядов, личного состава и так далее, и так далее. Так вот, если посчитать количество личного состава с той стороны, которые перевирают историю 20 века на территории Советского Союза, и посчитать количество говорящих голов и стволов информационных, которые могли бы, например, понизить этот уровень с той стороны, то окажется, что у нас на линии фронта почти ничего и не стоит. Это очень важный момент, потому что вот эта часть работы по растолковыванию истории и хронологии как основного приоритета управления, когда люди начинают спорить о том, что говорят разные учебники, и, в общем-то, на этом останавливаются. И при этом получается, что учебников с той стороны, написанных специально на раскол, больше чисто физически, чисто в количестве изделий, а здесь меньше. И вот это меньше нужно каким-то образом компенсировать. Это просто очевидная вещь. Второй важный элемент. Огромное количество украинцев бегут с территории своей страны. Мы это ощущаем на себе, потому что Крым, с точки зрения миграции, это достаточно плотно такой чувствующий край, и сюда устремляются там основные потоки. Часть идет в Москву, часть в Воронеж, Черноземье, часть в Краснодар, но все равно Крым ощущает на себе вот этот вот поток. И среди граждан Украины, то есть людей, у которых на руках синий украинский паспорт, есть огромное количество квалифицированных журналистов, квалифицированных медийщиков, квалифицированных кинематографистов, в конце концов, которые могут быть подключены к созданию информационных источников для работы с населением Украины, но не русских, не российских, потому что для некоторой части аудитории и там, например, принадлежность к России как государству и наличие того же Соловьева в качестве ведущего, это есть маркер-отбойник, что дальше уже слушать можно не слушать. Дальше включаются аргументы типа киселевская пропаганда и так далее, и так далее. Соответственно, для того, чтобы на эту часть целевой аудитории заполнить вот эту нишу, необходимо создать средства массовой информации, пусть даже и в изгнании, пусть даже через интернет, как это осуществляет Russia Today, которая бы занималась от имени сограждан украинцев вещанием по различным вопросам, и хронологии в том числе, и разъяснение ситуации, которая была на Майдане, и разъяснение ситуации конфликта, например, между нашей Украиной, там, Батькивщиной, партией региона. Объяснение вот этих всех олигархических нюансов, связанных с тем, что происходит маскировка. Людям сказали одно, произошла небольшая рокировка среди власти, а на самом деле олигархические кланы остались те же. И вот эта вот вся расшифровка ситуации на Украине, она отсутствует как явление, ее некому делать. И поэтому возникает четкая необходимость создания средства массовой информации, которое должно базироваться, скорее всего, в Донецке, поскольку Донецк у нас это концентрация управления той Украины, которая сохранила преемственность. Получается, что в Донецке нужно сформировать средства массовой информации, которая должна работать с населением Украины. И по трансляции общей идеологии, какой должна быть новая переучрежденная Украина, когда закончится государственный переворот, и по работе с населением. Потому что для многих украинцев вообще на самом деле период сейчас, это уже третий год, идет период непоняток. Никто не знает, что происходит, никто не понимает, куда мы идем, никто не понимает, а что делать, никто не видит командиров. И вот эта вот патовая ситуация, когда люди-то активные, они начинают как-то объединяться, они пытаются что-то там между собой проговаривать. Все это делается под жестким прессингом СБУ и других контролирующих, и электронных средств в том числе. Они оказываются в непонятках, а мы с вами, да, как люди, в общем-то, понимающие ментально и украинцев, и русских, мы можем подсказать, мы можем помочь интеллектуально, методически, мы можем написать все документы, мы можем даже оказать помощь в организации такого производства. Речь идет о производстве именно информационного контента. Английское слово, оно очень многих раздражает, но аналога ему русского, который описывает все количество информационных, аналитических, художественных, игровых и документальных программ, одним словом, ну, подобрать достаточно непросто. И получается, что вот эта часть работы не сделана до сих пор. Сделать единый канал в Москве, который бы вещал консолидированную политику русского центра, как евразийского проекта, прежде всего, обращенного на аудиторию постсоветских республик, и во вторую очередь обязательно своего населения. И второе, это средство массовой информации, примерно аналогичное московскому, но только исключительно украинское, которое бы базировалось в Донецке и вещало бы на Днепропетровске, на другие областные центры, но с точки зрения украинского проекта, либо как переходного, либо как временного, но тем не менее направленного против государственного переворота и направленного на то, чтобы жителям всех областей Украины дать какую-то надежду, дать на то, что управление есть, оно сохранилось, что цели вот такие-то, кадровая база вот такая-то, шаги, которые будем предпринимать в зависимости от ситуации, они в целом концептуально выглядят вот так, и тогда наше население, находящееся под оккупацией бандеровцев, да не только бандеровцев, а на самом деле под флагом бандеровцев, находящиеся под оккупацией Германии, Польши и Соединенных Штатов Америки, частично Израиля, да, вот это население, оно хоть как-то воспрянет, оно хоть как-то будет понимать, а что происходит на белом свете. Я понимаю, что это может быть с точки зрения игры какое-то раскрытие карт с одной стороны, но что мешает создать еще одно лицо государства? Государство — это многоликое существо, там есть несколько юридических лиц, которые олицетворяют государство с фискально, с силовой, с точки зрения иностранных дел, внутренней политики и так далее. Что мешает создать еще одно лицо, которое бы вещало, например, какую-то часть игры, и которое тоже может быть участником этой игры, но эту часть работы с населением проводить категорически нужно, потому что допускать ситуацию, при которой 35-миллионный народ, я все время повторяю именно эту цифру, не 40-миллионный, а уже 35-миллионный народ весь выращивается как антирусь и русофобия, вот этого допускать нельзя, и когда мы, не дай бог, сойдемся в бою с автоматами Калашникова, то никто нас умными не назовет, потому что в планах, скорее всего, тех людей, которые этот проект начали, этот сценарий так и прописан, чтобы русские воевали с украинцами. И тут нельзя не вспомнить диалог Дарьи Асламовой с министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым, которым он в финал этого спора, в общем-то, так и провозгласил, что вы хотите, чтобы мы начали воевать с украинцами, до этого в кошмарном сне нельзя увидеть. Так вот, мне кажется, чтобы мы это только видели в кошмарных снах, и больше никак, нужно приложить организационные, финансовые, методические и кадровые усилия для того, чтобы создать прежде всего центры информирования от имени России как государства и от имени Украины как правоприемника того государства, которое закончило свое существование 22 февраля 2014 года. И правоприемник находится в городе Донецке и в городе Луганске. Но и это еще не все. Мне кажется, для того, чтобы восполнить вот эти все пробелы и наше информационное поражение, а это поражение, то есть мы побеждаем на дипломатических полях, мы регулируем, например, взаимоотношения с Польшей, с Германией, методом сдержек и противовеса влияем на Соединенные Штаты Америки, на другие страны, но тем не менее все, что находится ниже, а это население, мы полностью утеряли даже хоть какое-то влияние. Наши каналы там не вещают, мы через интернет даже не пытаемся, но и это еще не самое главное. Мне кажется, что поскольку вот эти концептуальные вещи, которые должны вещать средства массовой информации в Москве и в Донецке, это новости, это заявления, это пресс-конференции, это развернутые интервью с людьми, которые олицетворяют эти проекты, но это все краткосрочная информация. Такие все заявления, ток-шоу, интервью, это снаряд, который живет день-два, до недели. Если это яркое событие, оно обсуждается максимум неделю. А дальше приходит время к следующему событию. Необходимо создание информационного контента, который имеет срок жизни год, два, три, пять, а это художественные фильмы. У нас на самом деле в Российской Федерации снимается огромное количество фильмов, ну значительное, скажем так, по сравнению с Советским Союзом это меньше на порядок, но тем не менее это большое количество фильмов. Это фильмы и патриотического содержания в том числе, но хочу обратить внимание, что эти фильмы в основном рассказывают о Второй мировой войне и Великой Отечественной, как ее составной части, и они воспевают нашу способность всех русских людей, независимо от того, в какой постсоветской республике они живут, воевать автоматом, ну в то время ППШ, а в это время автоматом Калашникова. Но при этом там абсолютно не обыгрывается наше неумение или замалчивается наше умение воевать головой. То есть, о чем я хочу сказать? Снимать фильмы об истории Великой Отечественной войны нужно. Молодому поколению показывать, как это было и какого героизма это стоило, нужно. Это очень важная часть воспитания молодого поколения. Но рассказывать современные истории, в которых воспевать героя нашего времени в возрасте 15 лет, который, например, провозглашает ценности евразийского проекта, то есть русского проекта, показывать героиню нашего времени в возрасте 16 лет, 18 лет, которая в реальных узнаваемых условиях, например, делает осознанный выбор, почему она не может там, например, быть вместе с бандеровцами. По ряду чисто понятных этических причин. Вот таких фильмов, особенно фильмов о жителях не городов-миллионников, но прежде всего не столиц, на рынке нет. Эти фильмы, как будучи обращенными к молодой аудитории, а наша молодая аудитория, если фильм интересный, увлекательный и сделан по современным критериям кинопроизводства, они их смотрят. Эти фильмы никуда не проходят мимо зрителя молодого, они обязательно будут вконтакте, они обязательно будут там на торрентах, дети их скачают и посмотрят. И вот этот канал влияния в долгую, не день-два, что происходит, как к этому относиться, а в долгую, когда человек смотрит, как живет другой человек на экране, сопереживает, вживается в его роль и начинает чувствовать точно так же, как герой. Вот такое длинное сопереживание, вот такое длинное влияние, это такой инструмент управления, которым на протяжении всего 20 века виртуозно занимался Голливуд, очень виртуозно занимался советский кинематограф, и Крым в том числе как составная производственная часть. С точки зрения экономической географии и кинопроизводства, Крым это была очень важная часть производства, это южная производственная база советского кинематографа. И сейчас, мне кажется, нужно эти традиции возрождать. Все понятно про то, что гранты или лоты на написание, на съемку этих фильмов, они могут быть, ну так, забюрокрачены, что доступ к ним может быть и с вечера на утро, и не такой легкий. Но есть несколько способов, и прежде всего народного финансирования, при которых такие вещи можно финансировать. Финансируются же учебники альтернативной истории, которые издает, например, Евгений Спицын. Это учебник, который специально предназначен для школы. Финансируются другие гуманитарные проекты, в которых участвуют люди, жертвуют небольшие суммы, 100, 200, 300, 500 рублей, но при этом количество жертвователей таково, что собирается сумма, вполне соизмеримая с государственным финансированием масштабного фильма типа «Сталинград». Но при этом этот фильм направлен на молодую аудиторию. Он, например, полностью посвящен событиям, происходящим в Крыму в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годах. И он описывает реальных, максимально узнаваемых жителей не только Крыма, но и людей, которые сюда приезжают на отдых в качестве туристов, в качестве даже чиновников, которые сюда приезжают, и так далее, и так далее. И вот это показ жизни изнутри, когда можно погрузиться в всю эту проблематику и прожить изнутри, и таким образом прийти к пониманию ценностей «Евразийского проекта». Вот эту работу мы не делаем совсем, и мне кажется, что этой работе уже пора приступать. Именно таким путем мы сможем достичь ситуации, что в постсоветских республиках сведомых бандеровцев станет меньше. А это на сегодняшний день, мне кажется, основная задача. То, что на дипломатическом военном этажах мы победим, и в этом я даже и не сомневаюсь. Вопрос цены даже не так... Ну, он значительен, он важен, но мы там победим по-любому. Весь вопрос в том, какая будет мера кровавости, и что находится в головах у наших бывших соотечественников, которые стали иностранными гражданами после развала Советского Союза. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание.